Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Последнее мое видео было о том, что наблюдается некоторый застой на рынке и лучше всего собирать грибы. Это действительно так. Я не снимал видео два дня, потому что был очень сильно занят. Я разрабатывал маршрут и вчера мы были в визовом центре, оформляли визы. Но, тем не менее, ситуация мало изменилась, но сегодня очень интересный день, поэтому я хочу прямо сказать, что что произойдет сегодня. Сегодня произойдет заседание Центробанка России. И с огромной вероятностью ставка ключевая будет снижена Центробанком на 0,25 процента, либо на 0,5 процента. Если 0,5 процента, то это круче на самом деле, вы понимаете. Вот, 0,25 вполне ожидаемо. Что это будет означать? А это будет означать, что ставка, ну, банкам деньги достаются дешевле, вот, и будет снижаться и ставка по депозитам. А это значит, друзья мои, что депозиты станут в ближайшее время менее привлекательны. Вот, ставка по кредитам тоже снизится, скорее всего, но незначительно, потому что между ними есть разница, между депозитной и кредитной ставкой, на этой разнице живут банки. Вот, что это означает? Это означает, что рубль, как валюта, станет более доступна, рублей станет больше и рубль станет дешевле, с огромной вероятностью по отношению к доллару. То есть, все ожидают, что вот рубль все укреплялся, укреплялся, и вот с понедельника, то есть сегодня пятница, с понедельника, по идее, рубль начнет падать, а доллар расти. 31 июля будет заседание ФРС, на котором точно также будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке. С огромной вероятностью ключевая ставка будет понижена ФРС. Также точно, ну, большинство просто вот на рынке уверено, что на 0,25 она будет понижена. Очень многие считают, что ставка будет понижена на 0,5, но вот сейчас все-таки сходится, что будет два понижения ставки в ближайшее время, вот ближайшее, 31 июля на 0,25, а потом где-то в ноябре еще на 0,25. Вот такие ожидания, и это означает, что доллар также будет падать. Вот, но смотрите, в чем дело. Трамп требует от ФРС снижения ключевой ставки, потому что Трамп снизил налоги, и это дало, ну, рост индекса S&P 500. То есть, акции американских компаний выросли. В Америке беспрецедентно низкая занятость, безработица беспрецедентно низкая, занятость беспрецедентно высокая. То есть, рабочих рук уже буквально не хватает для того, чтобы найти, ну, для расширения, расширения за счет увеличения притока рабочей силы, так сказать, ну, надо нанимать людей, и надо предлагать им большую зарплату. Большую зарплату им никто не собирается предлагать. Поэтому, ну, или как бы это снижает рост. И поэтому единственный вариант, как повысить индекс S&P 500, это снизить, снизить доллар, опустить курс доллара. Поэтому Трамп требует опустите, опустите ключевую ставку. А доллар, зараза, не опускается. Он сейчас очень сильный и по отношению к евро, и по отношению к иене, вот. И даже по отношению к рублю, хотя на это, естественно, сказать, ну, рубль никак не влияет на доллар. А вот доллар на рубль влияет очень сильно. Вот. Поэтому, друзья мои, что ожидается? Ожидается начало периода ослабления рубля и роста доллара. Вот что ожидается. Из событий еще сегодня это на рынке нефти традиционно в пятницу объявляется о количестве буровых компания Baker & Hughes. И это событие происходит обычно, ну, достаточно поздно, когда у нас уже биржи закрыты. Заседание Центробанка на Биулина, я не знаю, когда она объявит о понижении ставки или о решении. Вот. Но тоже будет во второй половине дня. Поэтому есть еще время успеть сделать какие-то выводы, купить доллары, если вы их еще не купили. Я рекомендую это делать на бирже, потому что на бирже можно купить доллары намного дешевле, чем в обменниках. Это уж точно. В обменниках не надо покупать доллары, потому что если доллар и будет расти, то он будет расти незначительно. А вот на бирже можно о небольших колебаниях очень здорово заработать. Тем более, что валюту тоже можно купить с плечом. Один к десяти. То есть, имея денег всего на, скажем, тысячу долларов, вы можете купить десять тысяч долларов. А разница между ценой покупки и ценой продажи десяти тысяч долларов будет ваша. И как это сделать? Ну, для того, чтобы это сделать, надо просто, как минимум, зарегистрировать брокерский счет и как минимум установить биржевой терминал, настроить его. Как это делать? Биржа для чайников. Вы уже знаете. Вот. И где-то в сентябре я начинаю живой курс. Многие у меня спрашивали, когда же начнется новый живой курс следующий. И я говорю, что да, вот в сентябре, ориентировочно 15 сентября, там плюс-минус несколько дней, начнется новый живой курс. Сейчас объявляется набор. Вот. Новый живой курс будет стоить десять тысяч рублей участия. Вот. Но сейчас можно приобрести его по льготной цене. Я не хочу, чтобы вы покупали его за десять тысяч. Я хочу, чтобы вы покупали его за пять тысяч. Поэтому вот сейчас до 15 августа объявлена цена пять тысяч рублей. С 15 августа по 1 сентября цена будет семь тысяч рублей, семь с половиной тысяч рублей. Ну, а кто до 1 сентября дотянул, уже десять тысяч рублей. Вот. Поэтому, друзья мои, я хочу, чтобы вы были инвесторами. Я хочу, чтобы у вас было мышление инвесторов. Поэтому приобретайте курс заранее. Вот. Что еще я хочу сказать? Смотрите. Занятия, живые занятия по курсу биржи для чайников проходят обычно в 17 часов, начинаются по московскому времени. Это время для многих неудобно. Почему? Потому что, ну, люди работают в это время, в 17 часов еще заканчивается работа. Некоторые работают до 18 часов. И в связи с этим, ну, возникают у многих людей трудности. И меня просят, говорят, слушай, ну вот мы хотим живой, но неудобно, нельзя ли перенести там и так далее. Перенести нельзя, потому что биржа работает до 18.45. А очень многие вещи я показываю на живом терминале, на живых торгах. Прямо вот с живыми деньгами буквально, вы понимаете? И поэтому, ну, мне приходится просто начать, начинать занятия в 17 часов, потому что в 18.45 торги на фондовой секции закрываются, к сожалению. Вот. Поэтому я не могу перенести на попозже. Вот. Это время очень удобно жителям, которые живут в районе Урала, Екатеринбург, Челябинск, и дальше там, кто живет, у них время, ну, Урал это плюс 2 часа, значит, дальше там плюс 3 часа, значит, дальше идет Новокузнецк всякий, там, 4 часа, и 17 часов плюс 4 часа, это сколько там, 5 плюс 4, 9 вечера, это нормальное время. Вот. Но для тех, кто живет в зоне московского времени, это время не очень удобно, поэтому введена такая форма, как заочная. То есть я провожу вот реальные живые курсы, где-то в течение там часа-двух, ну, иногда бывает на следующий день, я их выкладываю в интернете, так сказать, я там монтирую что-то, может быть, вношу какие-то изменения, и после этого сразу по горячим следам можно будет посмотреть вот занятия, которое уже прошло, к сожалению, но в удобное для вас время, и многие выбирают именно эту форму заочную, то есть вы получаете свежий материал, свежий материал, но смотрите в удобное для вас время. В чем, это определенное удобство, конечно, но с другой стороны, в этом есть некая засада. Почему? Потому что когда вы находитесь на живом курсе, вы смотрите, мы с вами общаемся буквально вживую, потому что там общение, обучение проводится в специальной программе, которая позволяет видеть друг друга и визуально, то есть глаза в глаза, и спрашивать прямо, ну, как мы сидим в классе, только мы раскиданы по всему миру буквально, ну, в основном по России. Вот, и, соответственно, мы на одной волне, то есть мы входим в какие-то вибрации, и мы на одной волне находимся в резонансе, и здесь материал усваивается лучше. Заочная форма, вы смотрите, да, конечно, когда вам удобно, но если у вас какой-то момент, ну, не дошел до вас, то следующий, он влияет на следующий, то есть материал как-то вот уже следующий не доходит, вы, да, конечно, вы можете спросить, будет чат, все приглашаются в чат, независимо от того, какая форма в чате можно спросить, и, конечно, сказать, есть вариант, как вот, ну, практически пообщаться, можно то же самое вживую, здесь я выхожу на связь регулярно, но немножечко вот этот вот резонанс уже теряется, разбалансировка получается, поэтому живая форма позволяет лучше усвоить материал, вот, но с другой стороны предполагает, естественно, три раза в неделю по два часа в среднем даться занятия, то есть вот три раза в неделю, это обычно бывает понедельник, среда, суббота, суббота не рабочий день на бирже, но я готовлю к этому моменту теоретически какие-то вещи, которые можно без биржевого терминала рассказывать. Вот таким образом. Обычно у меня курс длился месяц, вот, но в месяц в последнее время уже не вписываюсь, материал добавляется, поэтому уже буквально там до полутора месяцев, поэтому тоже стоимость возрастает. Вот, собственно говоря, все. Ну и по-прежнему записаться на курс биржи для чайников, можно на сайте demetkov.com, вон там он, вон там, значочек, и в правом верхнем углу, вот, нажмете на него, выскочит такое меню, там будет биржа для чайников. А сейчас спасибо за внимание, поставьте, пожалуйста, лайк, и до встречи, до встречи на курсах. Спасибо, с вами был Деметков Юрий, до встречи.